Приветствую всех на канале Нина Русар. В этом видео я покажу вам как нарисовать перья. Видео будет непродолжительная, но при этом очень полезная. Для начала намешаем какой-нибудь цвет. Цвета можете кстати брать любые какие вам больше нравятся. Берем пигмент на кисть и начинаем рисовать. Вот край нашей пера. Мы сейчас рисуем форму и обратите внимание на этот эффект сухой кисти, когда влаги уже нет в кисточке у нас получаются вот такие просветы. Начну рисовать следующее перышко. Вот она, например, будет таким. И перейду к следующему. Обратите внимание, как я работаю с кистью. За счет кисти мы создаем саму форму пера. И нарисую еще одно перышко. Какую-то влагу можно снять с кисточки. Пусть она будет таким. Где-то можно, кстати, вот например на это перышко я покапаю, чтобы были разводы. Это кисточка из козы. Здесь синтетика и сверху коза. Я так думаю, что здесь синтетика в центральной части добавлена. Она каллиграфическая и ей очень удобно работать. Далее я возьму тоненькую кисть. Вот такую. Для прорисовки деталей. Теперь уже такая более тонкая работа. Мы можем прорисовать какие-то перышки отдельно. Пушок вот здесь. Эту кисть мы также можем накладывать бочком и рисовать. Делать эффект сухой кисти. Смотрим форму нашего пера, которая получилась. И уже под нее прорисовываем вот эти вот мелкие вот эти вот прожилки. Где-то здесь может выходить за край. Где-то можно даже утемнить. Добавить тона в этой части. Переходим к второму перышку. Оно такое у нас с изгибом. Вот это основание мы можем не прорисовывать полностью. Где-то оно у нас прерывается, где-то сильнее видно. И так же вот местами прорисовываем отдельные перышки. Переходим к следующему. Переходим к первому перу. Она у нас длинная обычно. Переходим к первому перу. После этого можно нарисовать перышки. какой-нибудь конкретной птицы. Не с головы уже брать, тоже будет хорошее упражнение. Где мы побрызгали водой, у нас получились вот такие вот разводы. Например, смотрите на краешек, покажу поближе. Можем даже нарисовать какой-нибудь, так тут еще даже сыроват, но не страшно. Нарисуем осевую эту линию. Пока участок влажный, в это место мы можем добавлять много цветов, спокойно. Цвета между собой перемешиваются и не дают грязь. Рисую я на хлопковой бумаге. Плотность 300 грамм, стопроцентный хлопок. На целлюлозе эффекты будут немного отличаться, но также получатся красивые перья. Уточним некоторые перышки. Особенно вот эта вот крайняя. Которая у нас была влажная. С таких перышков вы можете сделать самостоятельную картину. Нарисовать несколько перьев на формате А3, А4 и потом оформить в раму. Я думаю, будет очень красиво смотреться. А также их можно использовать как элементы. Например, я так думаю, при рисовании ловца снов, если рисовать перья таким же способом, то они будут более выразительные и естественные. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч в следующих видео. Пока!